Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Закулисные события вокруг эфириума начинают накаляться. Можно сказать, что там становится невыносимо жарко. Может поэтому на улице сейчас такое пекло, под 40 градусов. Кстати, напиши, сколько у тебя сейчас на улице. Начнем с того, что такое твердые деньги. Твердая валюта – это денежная единица, покупательная способность и обменный курс которой остаются стабильными и не склонны к снижению. С представлением нескольких новых обновлений и решений для масштабируемости его блокчейна, эфириум не только станет быстрее, проще и дешевле, но и превратится в ультра-твердые деньги. Мы еще поговорим, что это такое. А также запустит процесс сокращения своего предложения, который многие уже называют тройным халвингом. Давай узнаем почему. А прежде чем мы начнем, я попрошу тебя поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию на создание новых видео. Большое спасибо за вашу безумную поддержку. Именно благодаря ей я и работаю. Как мы знаем, эфириум периодически борется с проблемами перегрузки сети, которые приводят к высоким комиссиям и замедлению времени транзакций. Пользователь в таком случае может даже разочароваться в эфире, особенно новичок. На самом деле почти все революционные технологии так и выглядят в самом начале. Тот же интернет тоже был далеко не скоростным в нулевых. Помню, как мы ставили скачиваться песни на ночь, и иногда к утру они все еще не были на нашем диске. А чтобы загрузить электронное письмо, уходило несколько минут. Ну и приблизительно вот так я на это реагировал тогда. Помнишь этот звук? Да и сам интернет даже картинки не поддерживал, и сайт выглядел просто как набор букв. Несмотря на все препятствия, которые возникали при использовании интернета в то время, все это было так интересно и создавало столько возможностей, что привлекало крупные инвестиции. Команды очень умных разработчиков приходили в эту сферу, а вокруг новоиспеченной сети росла культура истинных верующих, которые помогали продвигать новую и странную технологию глобальному принятию. Не кажется ли тебе, что это очень-очень что-то напоминает? Нас, криптоманьяков! Сегодня мы наблюдаем такую же картину вокруг криптовалютных рынков, особенно когда дело доходит до эфириума, уже можно сказать ольдскульной платформы для смарт-контрактов. Эфириум сейчас должен пройти трансформацию, которая очень похожа на переход от аналоговых модемов к широкополосному интернету в свое время. Помнишь, что произошло, когда люди наконец получили доступ к широкополосному интернету? Принятие интернета ускорилось прямо на глазах. Этот переход практически стал своеобразными воротами, которые открыли дорогу в интернет для массового пользователя. Популярность интернета взорвалась, что привело к появлению ряда новых сценариев использования всемирной паутины, которые изменили мир навсегда. Теперь мы можем посмотреть, как кот ведет стрим на ютубе, действительно, причем уже два года почти. Не это ли называется счастьем? Внедрение решений второго уровня для эфириума будет очень похожей поворотной точкой для этой криптовалюты. Есть несколько команд, которые работают над различными решениями второго уровня. Некоторые из них уже запущены и готовы к использованию, а другие находятся в финальной фазе своего тестирования и готовы запуститься буквально в любой момент. Похоже, что разработчики наиболее популярных приложений эфириума пытаются разместить все свои продукты в максимально возможном количестве сети решений второго уровня для эфира. Это означает, что пользователи смогут сами выбирать, в каком именно решении они хотят запускать эти приложения. Например, Uniswap, топовая децентрализованная биржа на базе эфириума, будет доступна на таких решениях, как Arbitrum и Optimism. Два конкурирующих решения, которые предлагают примерно одинаковую выгоду для пользователя. Но изначально Uniswap планировал запуститься только на оптимизме. Об этом можно понять, просто проанализировав, кто такой Андресен Хоровец. А это огромный венчурный фонд и криптокит, который вполне возможно был основан рептилоидами, но это по слухам, это не точно. Он является одним из инвесторов в Uniswap. И кроме этого, он инвестировал в Оптимизм. Однако, после того, как в марте Оптимизм отложили свой запуск, холдеры токенов Uniswap проголосовали в опросе, который организовал сам Uniswap. И проголосовали они за поддержку решения второго уровня для Эфириума Arbitrum, готовность которого ожидается гораздо быстрее оптимизма. Поэтому, так или иначе, топовая децентрализованная биржа Эфириума будет размещена в обеих этих сетях. И это хорошо, так как добавляет децентрализации главной сети Эфира. К несчастью, у пользователей Uniswap до сих пор нет доступа ни к одному из этих решений. Все они находятся в работе. Разработчики тестируют их в тестовых сетях. Так что релиз должен произойти очень скоро. Со всем этим вниманием, прикованным к Uniswap, Оптимизму и Арбитруму, многие люди не знают, что другие решения второго уровня для Эфириума уже работают. Например, Лупринг, это один из первых участников гонки решений второго уровня для Эфириума, уже имеет децентрализованную биржу, на которой уже возможно осуществлять маржинальную торговлю в сети второго уровня для Эфириума, непосредственно со своих Эфириумных кошельков и без уплаты огромных комиссий. Это же просто отлично, не могу понять, почему об этом так мало говорят. Множество криптовалютных игр, построенных на Эфириуме, например, God's Unchained и Axie Infinity, также запустили свои решения второго уровня для Эфириума. Не стоит забывать и о полигоне. В прошлом он назывался Мати, который тоже дает понимание того, как будет выглядеть опыт с эфириумными решениями второго уровня. На полигоне ты уже можешь обменивать токены и взаимодействовать с некоторыми крупнейшими DeFi-приложениями, с невероятно низкой комиссией и почти моментальными транзакциями. Кстати, именно к такому результату и стремится Эфириум. Он прикладывает все усилия, чтобы основная сеть Эфира была дешевой и быстрой. Стоит отметить, что полигон больше рассматривается как сайт-чейн, то есть надстройка поверх основной сети Эфириума, чем решение второго уровня в своей изначальной форме. Но команда публично заявляет, что намерена использовать оптимистик Ролапы в будущем, что еще больше объединит Эфириум и полигон. По-моему, мы уже задевали эту тему в каком-то из роликов. Еще одно крупное изменение, которое ожидает Эфириум и IP1559. Это обновление, которое решит некоторые проблемы со структурой комиссионных взысканий в сети Эфира. Оно упростит работу для обычного пользователя и со временем будет уменьшать предложение Эфира, вызывая дефицит его монет. На самом деле, и IP1559 – это пакет из нескольких обновлений. Одно из них особенно вдохновляет инвесторов. Речь идет о механизме сжигания комиссий, который будет добавлен в токеномику Эфириума. После реализации этого обновления, часть газа будет сжигаться при каждой транзакции, что будет каждый раз забирать немного Эфира из доступной циркуляции, вызывая шок предложения на рынке. Этот процесс ведет к уменьшению эмиссии предложения и, по сути, превратит Эфириум в дефляционный актив. Все это время на экране ты видишь, как Эфириум уже сжигается, ведь в тестовой сети Робстен это обновление уже запущено. Конечно же, это не настоящие Эфиры, а синтетические. Но, тем не менее, они наглядно демонстрируют, как будет работать это обновление в главной сети Эфира. Теперь ты можешь наблюдать за сжиганием Эфириума в тестовой сети Робстен в прямом Эфире по этой ссылке. Я оставлю ее в описании под видео. И IP1559 – всего лишь один из многих факторов, который повлияет на уменьшение доступного предложения монет Эфира. Когда этот механизм сжигания будет добавлен в уравнение наряду с заблокированным и застейканным Эфиром в DeFi платформах, произойдет идеальный шторм для этой криптовалюты, который уже называют тройным халвингом. Как многие из нас знают, циклы биткоина управляются событием, которое называется халвинг. Во время этого события эмиссия биткоина сокращается вдвое каждые 4 года, приводя к уменьшению доступного предложения и немного заторможенного ответа цены на это ростом. Эфириум сейчас в процессе этих тройных изменений, которые приведут к уменьшению предложения монет на рынке. Тройные изменения это стейкинг, сжигание монет и рост общей заблокированной стоимости эфириума в DeFi. Все это вместе существенно уменьшит доступное предложение эфира. Мы все знаем, что это означает. Цена эфира вместе со спросом поползет вверх. Э, подожди, ты куда это? А ну-ка вернись обратно. На прошлой неделе EIP-1559 начал работу в тестовой сети Робстен, приблизив тройной халвинг биткоина. Что происходит вообще на экране? Невероятное количество синтетического эфира было сожжено почти сразу. Это 85 тысяч эфиров. Сейчас, кстати говоря, уже немножко больше. 89 тысяч почти. Однако к этим цифрам нужно относиться скептически. Не забывай, что это тестовая сеть, и разработчики создают критические ситуации, загружая сеть огромным количеством синтетического эфириума, пытаясь воссоздать максимально возможный стресс для основной сети в реальной жизни. Они пытаются удостовериться, что сеть выдержит все, что угодно. Так что эти цифры на самом деле значительно выше, чем в обычный день. Все же, даже если комиссии эфира и его использования будут находиться на текущих уровнях, с очень маленьким рыночным объемом, сеть все равно будет сжигать в два раза больше эфириума, чем будет создано с помощью Proof-of-Stake на EIP-1559, по крайней мере, исходя из математического анализа эфириум-аналитика Джастина Дрейка. Дрейк даже придумал термин «Ультра-твердые деньги», комментируя то, во что превратится эфириум после этих обновлений. Идея термина такова. Если биткоин – это твердые деньги из-за своего ограниченного предложения в 21 миллион монет, то эфириум вскоре станет ультра-твердыми деньгами, когда его предложение начнет активно сжигаться. Станет еще понятнее, если изучить эти две диаграммы. Вот так будет расти доступное предложение монет биткоина, и вот так будет расти в кавычках доступное предложение эфириума. Конечно, на английском языке здесь даже присутствует игра слов «sound» и «ультра-sound». Эфириумная культура по-настоящему становится мейнстримной, даже несмотря на относительную тишину рынков этим летом. Возможно, все это из-за того, что сообщества в экосистеме эфириума на самом деле простираются далеко за пределы мира финансов. Например, они просачиваются и в поп-культуру. Сегодня мы вскользь упомянули гейминг на эфириуме, и он должен сыграть основную роль для его глобального принятия. Однако мир NFT – это действительно двигающая сила за культурным прорывом эфира. Мне все равно, что говорят СМИ, но NFT очень далеко от окончания, и находятся буквально в самом своем начале. Может быть, хайп немного улегся, и некоторые цены стали немного ниже, чем были несколько месяцев назад. Но создают и продают NFT все больше и больше. Только в прошлом месяце количество NFT-продаж более чем удвоилось, и сейчас находится на историческом максимуме. Знаменитости тоже не ушли из NFT. Все более крупные имена продолжают заходить в пространство, в более серьезной и продуманной манере. Это показывает их подход к NFT как к долгосрочным возможностям, а не просто случайному заработку. JZ, например, будет продавать NFT, которые основаны на обложке его дебютного альбома Reasonable Doubt. Продажа будет осуществляться на аукционе дома Sotheby's, который в этом году привлек основной интерес к NFT. Также JZ присоединился к платформе OpenSea, одной из крупнейшей для торговли NFT. Он даже заменил изображение профиля в своем твиттере на вот эту пиксельную иконку CryptoPunks. Это действительно так, вот его официальный твиттер и вот эта иконка. Это сигнализирует о том, что JZ хочет быть частью сообщества, вместо того, чтобы просто на нем зарабатывать. Со всеми этими бычьими новостями от NFT, до решений масштабируемости и тройного халвинга со всеми бычьими новостями от NFT до решений масштабируемости и тройного халвинга это, без сомнения, наиболее увлекательные времена для эфириума, даже несмотря на падение его цены. А ты готов к тройному халвингу? На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Буду рад лайку и подписке на канал, если ты тут впервые. Также делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова